Всем привет, друзья! Новое видео на канале GadgetMoney, и я его снимаю на Galaxy A51. Вышел же Galaxy A52. Почему, Паш? Да потому что Galaxy A51 стоит сейчас абсолютные копейки на Авито, можно урвать до 10 тысяч рублей или 10 тысяч рублей включительно. Что? Есть очень хорошая цена по сравнению с 30 тысячами за Galaxy A52. Есть ли смысл переплачивать в три раза? Давайте об этом поговорим. Я начинаю. Поехали! Что самое важное в современных смартфонах? Что нам важнее всего? Это время работы, экран и камеры. Это действительно три таких краеугольных камня, думая о которых мы принимаем решение купить тот или иной смартфон. Прямо сейчас я снимаю на Galaxy A51 с установленной Google камерой на фронтальную камеру Galaxy A51. И мне кажется, эта картинка просто очень комфортная за эти деньги, друзья. 10 тысяч рублей. Это просто шик. Шик цена, которую сейчас можно купить этот смартфон. 10 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. Ну, мне кажется, тут выбор очевиден. Что там 4 гига оперативки? Что тут 4 гига оперативки? Что там Super AMOLED дисплей? Что здесь Super AMOLED дисплей? Ну, вы скажете, водозащита. Да, это действительно преимущество этого смартфона. Вы скажете, более улучшенный корпус, пластик и так далее, матовый. Я скажу, да, друзья, наверное. Но посмотрите, друзья, я снимаю это на Galaxy A51 стоимостью 10 тысяч рублей на бэушном рынке. Не стесняйтесь, друзья. Покупайте бэушные телефоны. Только правильно их покупайте. Покупайте на Авито, покупайте с рук, проверяйте. И действительно пользуйтесь. Не обязательно покупать новое устройство. Можно купить хорошее, качественное устройство с рук. Суть сейчас не в этом. Galaxy A51. Фронтальная камера с помощью Google камеры. Приложение установлено в 3 секунды. Будет отдельное видео, как это сделать и работает. Есть ли разница? На самом деле я не особо вижу, но мне так спокойнее, потому что, в принципе, четкость меня более чем устраивает. Качество меня более чем устраивает. Вот так снимает стоковая камера Honor View 30 Pro. И это хороший телефон с хорошей камерой, с хорошей фронталочкой. Но, друзья, мне что-то кажется... Мне кажется, или эта камера снимает хуже, чем Galaxy A51 с Google камерой. Даже больше вам скажу, с... Господи, как она называется-то? Со стоковой камерой. Нет? Друзья, а этот телефон до сих пор продается. 37 тысяч рублей стоит. А вот так снимает фронталочка стоковой камеры от компании Samsung Galaxy A51. То есть это стоковая камера, когда вы ни о чем не заморачиваетесь. Просто включили переднюю видеозапись передней камеры и все. И больше ничего не делаете. Тоже, ну, наверное, есть какое-то вот это вот желе. Оно везде, в принципе, есть. Даже в айфонах, кстати, будь они неладны, снимают они не так уж качественно, как они говорят об этом. В общем, не суть. Вот стоковая камера, фронталочка, видеозапись, звук. Также можете посмотреть, потестировать. Оп-хоп. Реностоп. В общем, друзья, мне кажется, даже здесь выбор очевиден. Galaxy A52, Galaxy A51. Когда Galaxy A52 будет стоить 17 тысяч рублей? Это бомба, а не телефон будет. Водозащита, еще что-то. А он будет столько стоить буквально через 7 месяцев. Поверьте моему слову. Проверьте. Через 7 месяцев он будет стоить по акции какие-нибудь 17 990. Потому что Samsung, начиная с флагманов, продает все за оверпрайс. Потом это все падает ниже рынка. И в итоге Galaxy A52 сейчас можно взять со всеми плюхами, приколами и тому подобное за 45 тысяч рублей. Который на старте стоил 109 тысяч рублей. Камон, да? То же самое с Galaxy A52. Это среднебюджетный телефон, народный телефон. Но он не стоит своих денег за 25-30 тысяч рублей. Проще купить 3 в семью смартфона стоимостью 10 тысяч рублей и получать без тот же функционал. Друзья, никогда не снимайте, если вы не снимаете сториз, никогда не снимайте себя снизу. Тем самым вы себе добавляете 85 подбородков. Даже если у вас их всего 79. В общем, делайте это всегда вот так. Тогда вы будете худеньким, стройненьким или стройненькой, или худенькой. В общем, как я про просто ммм, секси. В общем, снимайте сверху. Даже если вы это делаете первый раз. Блядь, это что? Вот так вот, да? Давайте так. Нет, вот так лучше. Друзья, Google камера, портретный режим, фронталочка. И это супер. На самом деле, тот же Always On. Always On. Почему Always On? Тот же супер AMOLED дисплей. Весь тот же функционал. Также глючит на 4 гигах оперативки. И, в принципе, я не вижу смысла сейчас платить 25-35 рублей за Galaxy A52. Да, это в очередной будущий и настоящий хит продаж на российском рынке не только. Но, друзья, вот он, Galaxy A51 за 10 тысяч рублей. Друзья, ну, вот смотрите. Хорошо. Сейчас я снимаю это все на Honor View 30 Pro, 5G. В общем, все дела. Выглядит это все следующим образом. Куплен с рук. Даже в большей степени не куплено. Поменен на iPhone 6S Plus. Вот с таким вот чехольчиком. В идеальном состоянии дисплей. Нет ни царапин, ничего. Не обошелся он менее 10 тысяч рублей. Друзья, ну, мне кажется, это очень выгодное предложение на рынке. И если у вас получается, что вы на Авито видите Galaxy A51, а собираетесь брать в кредит или в рассрочку Galaxy A52, не спешите, друзья. Либо ждите, когда он подешевеет, потому что это абсолютно те же самые технические характеристики. Естественно, вы скажете, Паша, ну, камон, здесь глючный Exynos. Да, друзья, Exynos здесь глючный. Но глючит и Snapdragon на Galaxy A52 с 4 гигами оперативки. Посмотрите обзоры, посмотрите сравнения. Действительно, фризы, потому что оболочка от компании Samsung, она действительно сверхтяжелая. И она дает глюки на всех своих бюджетных смартфонах. То есть, если оперативной памяти не хватает, то происходит примерно так, как оно происходит. В ежедневном использовании вы можете посмотреть. Это происходит вот таким вот образом. Вы скажете, там 90 Гц. Да, друзья, там 90 Гц. Но 30 тысяч рублей. Это... Даже поперхнулся. Друзья, вы скажете, там 90 Гц. Да, друзья, там 90 Гц. Здесь 60. Это, безусловно, преимущество Galaxy A52. Естественно, 90 Гц лучше, чем 60. Но цена решает. Если вы всю жизнь пользовались... Вот сейчас мода 90, 120, бла-бла-бла, по-по-по. Как пользователи iPhone до сих пор пользуются 60 Гц. Вы скажете, там плавная мягкая оболочка iOS. И пользователи iPhone просто не замечают вот этих вот подергиваний, потому что вся система, она плавненькая. Друзья, вы всю жизнь, вот до прошлого года пользовались смартфонами с 60 Гц и не испытывали никаких проблем. Вообще никаких проблем. Вы даже не думали, что такое существует. Что такая развертка бывает 90, 120 на телефоне. Камон! Да, это лучше, чем 60. Но, друзья, цена решает. Вот именно, что цена, когда вы из своего кармана платите или забираетесь в кредит и покупаете телефон стоимостью за оверпрайс, мне кажется, вы поступаете глупо. Потому что либо надо ждать, либо надо на это время брать действительно бэушный гаджет, бэушный смартфон и получать все тот же самый экспириенс за меньшее деньги. Мне кажется, это примерно так работает. Что я хотел сказать этим видео? Во-первых, не стесняйтесь покупать бэушные гаджеты. В наш век, когда все стоит очень больших денег, не надо залезать в кредиты, не надо портить себе жизнь какими-то выплатами. Сейчас за ипотеку можно платить 15 тысяч рублей и за телефон платить 10 тысяч рублей. Если вы берете суперфлагман за супердорого. Камон! Зачем вам это надо? Просто имейте это в виду, что можно покупать бэушные гаджеты, в этом ничего нет зазорного. Просто правильно выбирайте, правильно покупайте, соблюдайте безопасность в интернете. И все, больше ничего делать не надо. Ищите, покупайте, есть авито, авито доставка. И все. У вас в городе нет, посмотрите в другом. Если как правильно что-то покупать на авито доставке, есть видос на канале, где вы можете посмотреть, чтобы не попасть на мошенников. И как это все правильно делать. Не хотите авито доставка, покупайте наложным платежом. Есть видос на канале, как это правильно сделать. И не попасться в руки мошенников, не попасться в руки недобросовестных продавцов. Тоже смотрите, ознакомливайтесь. И второе, что я хотел вам сказать. Да, да, вот. Кар, кар, кар. Кар, кар, кар. И второе, что я хотел вам сказать. Я вот так вот немножко, да. Друзья, я хотел вам сказать, что не стоит покупать Galaxy A52, пока он стоит больше 20 тысяч рублей. Это не стоит вообще. Ни при каких обстоятельствах. Если честно, я очень хотел себе его купить. Можно его взять было за 24, что-то там 860 в ДНСе с применением скидки. Я посмотрел обзоры, я посмотрел сравнение. Посмотрел, что он также глючит на 4 гигах оперативки. То есть 4 гига смысл брать нет. Надо брать 6, это уже 33 тысячи рублей. И такой, хм, зачем? Нет смысла никакого. Этот Galaxy A51, естественно, я себе оставлять не буду, потому что, ну, я не хочу пользоваться им. Хотя он хороший телефон. Поэтому, если как-то что-то надо, пишите. Если я до сих пор не буду продан, могу вам все это дело отправить с деком по полной предоплате, кстати. Galaxy A51. Вы скажете, Паша, блядь, не снял определенное продающее видео. Да нет, друзья, он и здесь ведет за 10 тысяч рублей. У меня в городе, как бы, может быть, там подождать, надо будет пару-тройку дней. В общем и целом, делайте правильные выборы. Не покупайте Galaxy A52 за, блядь, весь, весь промок. За уже прайс. Пожалуйста, не надо. Субтитры сделал DimaTorzok